МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На НТВ новости в студии Василия Максименко. В донбасском городе Константиновка, который находится под контролем украинских военных, до поздней ночи не утихали уличные протесты. Поводом для них стала авария, в результате которой украинская БМД насмерть задавила 8-летнюю девочку. Десятки митингующих перекрыли улицу, на которой произошла трагедия, атаковали казарму и перевернули милицейский автомобиль. МВД Украины отдало приказ стрелять на поражение в случае обострения ситуации. Сейчас официальные власти заняты выяснением обстоятельств аварии. Известно, что водитель БМД не справился с управлением и вылетел на встречку, а затем на тротуар, где сбил женщину с двумя детьми. Виновники аварии чудом избежали самосуда. Их уже задержали и передали в военную прокуратуру. В Новгород для разбирательства направлена оперативная группа генштаба. Тем временем в ДНР сообщают о новых провокациях со стороны украинских военных. Только за минувшие сутки в Минобороны Республики насчитали более 30 случаев нарушения перемирия, в основном спровоцированных батальонами нацгвардии. Есть погибшие и раненые среди ополченцев. Произошло вопиющее нарушение украинскими силовиками минских договоренностей в районе населенного пункта Заиченко, где украинский танк произвел прицельный выстрел по передвигающейся по дороге грузовому автомобилю с двумя нашими военнослужащими. В результате этой провокации оба ополченца погибли на месте. Информация по данному факту была немедленно доведена в мониторенную миссию ОБСЕ. В штабе ополчения подчеркивают, что не поддаются на провокации и не открывают ответ на огонь. Верховная Рада сегодня должна рассмотреть предложенные президентом Порошенко поправки в закон об особом порядке местного самоуправления на отдельных территориях Донбасса. Речь идет о городах и поселках, которые сейчас контролируются самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Собственно, предстоит определить, где линия разграничения, какие именно населенные пункты Киев признает районами с особыми правами и статусом. А это один из ключевых пунктов соглашений, достигнутых в Минске в феврале. Перечень отдельных районов украинская сторона должна была сформировать еще на той неделе. В итоге Киев предлагает провести линию разграничения по состоянию на 19 сентября прошлого года. И тогда в список не попадает, например, Дебальцево. На фоне боев за этот город как раз проходила февральская встреча нормандской четверки. В годовщину событий Крымской весны Госдепартамент США вновь сделал заявление, что Белый дом не признает результатов референдума, на котором жители полуострова приняли решение вернуться в состав России. Мы вновь подтверждаем, что санкции, относящиеся к Крыму, продлятся до тех пор, пока полуостров не вернется обратно в состав Украины. Соединенные Штаты продолжают поддерживать независимость Украины, ее территориальную целостность и право на самоопределение. События в Крыму обсуждали и на брифинге в Госдепе. Официальный представитель ведомства Джен Псаки высказалась на тему фильма «Крым. Путь на родину». Не знаю, смотрели ли вы документальный фильм, вышедший на выходных. Год назад президент Путин утверждал, что российские военные не вторгались в Крым, а сейчас утверждают, что войска все-таки были. Это его слова. Соответственно, теперь под вопросом оказывается заявление о том, что российские войска не вторгались на юго-восток Украины, как мы неоднократно утверждали. Вашингтону на это, впрочем, уже неоднократно отвечали из Москвы, в том числе и сам Владимир Путин в упомянутом Псаки-фильме, объяснивший, что Россия, обеспечивая безопасность и право крымчан на самоопределение, никоим образом не нарушала международных договоренностей и не превысила численность своей крымской группировки. Сегодня почти 40 тысяч военных выходят на масштабные учения на море, суши и в воздухе в рамках внезапной проверки готовности к боевым действиям в условиях с севера. Привлечены свыше 3000 единиц военной техники, 41 корабль, 15 подлодок, 110 самолетов и вертолетов. Рота, тревога, тревога, тревога! Это кадры учения отдельной бригады морской пехоты Северного флота. Морпехи накануне совершили многокилометровый марш в район подвозки на большие десантные корабли, отработав отражение атаки диверсантов и авианалета. На аэродромы были переброшены и передовые подразделения Ивановского соединения ВДВ. В воздух поднимались самолеты и вертолеты морской авиации. Проверка боеготовности продлится до субботы. В Москве сегодня прощаются с Валентином Распутиным. Он скончался в минувшие выходные. Траурная церемония в храме Христа Спасителя начнется в 10 утра. В среду там же пройдет отпевание. Его совершит патриарх московский Ивсия Руси Кирилл. После этого гроб с телом писателя перевезут на родину, в Иркутск. Распутин завещал похоронить себя рядом с дочерью Марии, погибшей в авиакатастрофе. Он будет подгребен на территории Знаменского монастыря 19 марта. Пока на этом все. До встречи.